Добрый вечер, спускайте, как говорится, слайды. Итак, начнем. Зовут меня, как уже Илья сказал, Евгений. И рассказывать мне сегодня будем об одной из самых необычных войн, в которые была вовлечена Российская империя в свою историю. Несмотря на то, что русско-турецких войн было множество, были около дюжины, именно война 1870-х годов стоится ли в них несколько на особицу. В частности, по той причине, что эта война в наименьшей степени, среди прочих, была делом государства. В огромной степени эту войну даже не только участвовала в ней, но даже инскрировала ее именно русское общество. Однако, по порядку. Семена нового конфликта были посеяны еще в 1850-е годы, после окончания Крымской войны. С одной стороны, Российская империя получила тяжелейший удар по самолюбию. После достаточно долгой и успешной внешней политики, случился такой конфуз, позиции России на Балканах и в целом на мировой арене оказались серьезно подорванными. С другой стороны, в сложном положении оказалась и Турция. Несмотря на то, что формально Крымская война была выиграна, в Османской империи окончательно пришли к выводу, что страну разрывает целый комплекс разнообразных проблем, и государство, если оно хочет добиться каких-то успехов, придется модернизироваться. Все это вызвало как поражение России, так и не слишком славная победа Турции, вызвали в обеих странах некий видок модернизации. Если для нас последующие за Крымской войной годы это период усилий Александра II, то Турция также провела ряд реформ. Причем к этому ее в том числе вынудили ее же собственные союзники. По итогам Крымской войны Турция получила ряд требований по либерализации положения христиан турецких. И кроме того, Турция решилась на некоторые экономические реформы. Все это, однако, привело государство к достаточно тяжелой и противоречивой ситуации. Вообще надо отметить, что вспышка антитурецких настроений, закончившаяся кровавым восстанием и тяжелой смутой, возникла на том этапе, когда в принципе положение христиан в Турции было значительно легче, чем раньше. Почему это произошло? Дело в том, что проблемы экономического развития государства привели ее к тяжелейшим финансовым затруднениям. За счет чего турки попытались решить эти затруднения? За счет испытанного способа выкручивания налогов. Дело в том, что Турция к 1870 годам подошла в очень скверном финансовом положении, она имела огромный внешний долг, который не могла обслуживать, и турки пришли к естественному решению поднять налоги. В принципе, это решение само по себе не содержало ничего ужасающего. Однако, турецкое государство было исключительно коррунтированным, в результате чего это привело к гомерических совершенно масштабных злоупотреблений на местах. И на Балканах, в отличие от остальной части Турции, экономические неурядицы наложились на не только социальную, но еще и на национальную и на религиозную проблематику. Как мы знаем, Балканы были и сейчас населены преимущественно христианами. Сердия, Черногория и Румыния к тому моменту уже получили государственный статус, но все эти страны оставались территориально маленькими. И на территории Османской империи оставалось огромное количество сербов, черногорцев. В состав Турции целиком входила Болгария, причем в Болгарии на все прочие проблемы наложилась еще и беда с местными, скажем так, новопоселенцами. Дело в том, что турки активно заселяли Болгарию мусульманами из Кавказа, бежавшими после Кавказской войны с русскими. Значительную часть этих людей составляли персонажи, которые никогда не занимались мирным сельскохозяйственным трудом и не думали начинать, что естественно вызвало серьезное трение между Болгариями и пришлым населением. То есть Турция находилась в очень сложном положении все 1870-е годы и вопрос состоял исключительно в том, когда уже полыхнет и где. Естественным образом полыхнула в Болгарии, в Болгарии, в Боснии и Герцеговине. В 1875 году в этой провинции началось восстание, изначально сугубо крестьянское, которое стремительно распространилось и на сначала север Боснии и Герцеговины, затем в него включилась Болгария. Таким образом, Османская империя получила очаг внутренней огромной грандиозной меморярицы и, естественно, начала давить это восстание так, как умела силой. Здесь, конечно, против турок сыграло такое обстоятельство, как общеизвестное спокойное отношение турецкого правительства к жертвам среднего населения и повышенный уровень жесткости в отношении этого самого населения со стороны турецких солдат. В частности, печальную славу снисканием башебу суки для регулярного формирования, которые изначально сами по себе исходили из того, что дали ружье и крутишь как хочешь. То есть это формирование были изначально и регулярные, дисциплиной. Они были далеко не так связаны, как обычные солдаты, в каком-то смысле и вовсе не связаны. И в восставших областях они учинили восстание резю. В Европе этот праздник самореализации убийцы душегубов воспринимали без малейшего восстания, разумеется. Здесь приходится отметить, что тогдашняя Европа вообще была, может быть, более наивной, более идеалистической, чем в наше время. Как бы то ни было, европейская общественность, включая Россию, действительно серьезно переживала по поводу того, что такие вещи происходят в Европе, и даже прежние соревники турецких, такие как Англия, были настроены достаточно решительно к тому, чтобы положить всему этому делу конец. Однако, существовала принципиальная разница между позицией западных держав и России. Если на Западе только функционировали какие-то, то, что сейчас мы называем гуманитарными фондами помощи, то в России этим совершенно не ограничивались. В российской империи стремительно сформировался общественный консенсус на тему того, что Балканам нужно помочь, причем помочь практически любыми средствами, какие есть. То есть, если на Западе в основном собирали деньги и выступали в газетах, то в России к газетам добавились еще и волонтерские группы медиков, а вскоре и военные. Здесь сошлись парадоксальным образом интересы самых разных направлений общественной мысли в России. То есть, западников терзал вопрос о тирогии Турции над Балканами. Славянофилов раздражало то, что Россия воздерживается от помощи другим славянам. Балканами были готовы к самым радикальным мерам. Отдельную категорию составили военные. Дело в том, что для офицерского корпуса России над ним, естественно, до сих пор давлела память о Крымской войне. Конечно, после этого случилось много чего интересного, в том числе в военной сфере. В частности, закончилась Кавказская война, закончилась основной этап покорения Дургистана. Но это все-таки было нечто не то, потому что одно дело сражаться с полудикими племенами, и другое дело восстановить Реноме победой в настоящей серьезной кампании. Причем Кавказ и Средняя Азия, они сформировали достаточно значительную группу офицеров, которым просто хотелось где-то повоевать уже еще раз за правое дело. И если мы вспомним, кто возглавлял наиболее эффективно и наиболее решительно русские войска в русско-турецкой войне, то мы у очень многих из этих командиров обнаружим строчки в биографии, либо среднеазиатской, либо кавказской. То есть там Столетов, насколько помню, Средняя Азия, и Кавказ, Скопелев, Средняя Азия, Черняев, Средняя Азия. То есть в России имелся настоящий серьезный общественный запрос на обещательство в Балканские дела. При этом вскоре после начала восстания Турции объявили войну еще и Сербия и Черногория, которые до сих пор были независимыми, но все же оставались в некой связи с Османской империей. Здесь они окончательно порвали с табунов и объявили Турцию войну. Готовы к войне они не были совершенно. Этот отчаянный просок был связан, во-первых, с надеждами на помощь России. Тут надо сказать, что наши, как бы сказать, общественные активисты здесь серьезно переборщили и зачастую авансом обещали балканским славянам помощь, причем не только моральную, но и материальную. Как бы то ни было, Сербия и Черногория вовлеклись в войну, и конфликт стал уже межгосударственным. Причем Александр Второй официально позволил офицерам пройти отпуск и вступать в Балканские армии. В результате возник настоящий поток добровольцев. Около 4 тысяч человек, по крайней мере, туда поехало. Причем Сербскую армию возглавил генерал Черняев, бывшая, что называется, звезда среднеазиатских компаний Лев Ташкент. Черняев был своего рода военным эволюционистом, конечно. В советском риме его даже назвали бездарным, но бездарным он, конечно, не был. Но это был действительно человек, готовый воевать практически где угодно, когда угодно и с кем угодно. И вот на этот раз он возглавил сербскую армию. Однако возможности сербов и Османской империи были, конечно, несопоставимы. И как Сербия, так и Черногория, так и восстание в Боснии, Герцоговине и Болгарии быстро терпели поражение. Причем османы действовали с исключительной жесткостью, кровь нелась без всяких преувеличений рекой. И в России это вызывало настоящее бешенство. Александр II, как и Министерство иностранных дел и Министерство финансов, совершенно не горели желанием вступать в войну. Это такой любопытный момент, но действительно Российская империя, несмотря на свою острую экспансионистскую политику в течение всего 19-го столетия, совершенно не жаждала ввязываться в новый крупный конфликт на Балканах. Потому что и император, и его министр понимали, что мы не очень хорошо готовы к войне. Даже, скорее, готовы к ней исключительно плохо. Но, тем не менее, общественный нажим был очень серьезным. Поначалу была надежда на то, что удастся разрешить конфликт миром. Собралась конференция, составленная из послов европейских держав и представителей Турции, на которой османы последовательно выдвигались требования по приостановке конфликта. Этого удалось добиться. А также по послаблениям балканским христианам внутри страны. И вот здесь турецкая сторона загусила удела и отказалась от каких бы то ни было послаблений, считая это вмешательством собственное внутреннее дело. Здесь надо отметить два момента. С одной стороны, Россию удалось добиться только нейтралитета западных держав. То есть ни о какой поддержке и речи не шло. Но с другой, неуступчивая позиция Турции совершенно, уже до невменяемости. И позиция русского общества привели к тому, что император объявил Турцию войну 12 апреля 1877 года при полной поддержке внутри страны и, по крайней мере, без серьезного конкретного противодействия извне. Сейчас придется вернуться чуть-чуть назад и вспомнить о некоторых реформах, произведенных в России после Крымской войны. Эти реформы, возглавляемые новым военным министром Милюгином, коснулись, разумеется, и военной сферы. И содержали достаточно много здравых идей, признанных сделать русскую армию более современной. Вообще, война 1877-го стала первой индустриальной именно войной России. То есть войска были организованы по новому принципу. Всеобщая воинская обязанность вместо старой рекордской системы. Активно использовались железные дороги. Милюгин изменил систему подготовки вооруженных сил, санитарного службы. Короче говоря, так или иначе, изменения коснулись почти всех отраслей военного дела. Так что русские, в принципе, шли в бой более уверенными в собственных силах, чем это было во время Крымской войны. Что же касается Дурции, то автаманов было меньше, чем похвастаться. Конечно, определенные сдвиги происходили, опять же, со времен Крыма. Но турецкая армия в значительно меньшей степени успела подвергнуться модернизации. Тем не менее, османы исходили из того, что им удастся с успехом противостоять России. Вообще, турецкий план, будьте любезны, карту номер один. Турецкий план изначально строился на пассивной стратегии. Предполагалась оборона на четырехугольники из крепостей в восточной части Болгарии. Вот там, в частности, Шумла, Рущук, Севистря и Варна. И турки предполагали, что им удастся сдержать Россию достаточно долго, нанести достаточно существенные потери, чтобы Россия отказалась от дальнейших наступательных планов. Русский план, в свою очередь, был исключительно активным и вообще напоминал по замуслу блицкрик более предпозднего времени. Предполагалось этот четырехугольник из крепостей обойти, форсировать Балканы и выиграть войну коротким рывком к Константинополю, то есть северо-ю. Тем не менее, гладкую бумагу планов вскоре пересекли овраги грубой реальности, но тогда этого, разумеется, еще никто не мог знать. Русские войска действовали через территорию Союзной Румынии, которая предоставила территорию, а впоследствии ей войска для дальнейших действий против Турции. И поначалу действия, военные действия развивались очень успешно и, в общем-то, казалось, что все пройдет как легкая прогулка. В частности, вот, видите, форсирование русскими войсками Дуная. Дунай теоретически должен был стать очень серьезной водной преградой. Он в этих краях достигает ширины километров и глубины метров 20-30, и, в принципе, турки могли бы на нем закрепиться. Здесь, однако, им помешало это сделать отличная организация форсирования реки усилиями генерала Драгомирова. Надо отметить, что вообще всей операцией с русской стороны командовал великий князь Николай Николаевич, который в военном деле все-таки был профанным. И это было одно из не очень удачных кадровых решений, потому что все-таки в 19 веку война достаточно усложнилась, чтобы требовать военных профессионалов. Тем не менее, многие тактические командиры русских, они демонстрировали действительно отличное качество, в частности, вот, Драгомиров, который организовал форсирование Дуная достаточно затейливым способом. Производя демонстрацию в одном месте, русские успели подвести средства для переправы к другому и неожиданно форсировать Дунай там, где турки не имели значительных сил. Драгомиров умел добиться абсолютного преимущества над турками и использовал против единственного турецкого батальона на нужном участке 16 своих. Правда, это наступление все равно не прошло совсем уж гладко. Форсировали Дунай ночью, вскоре туда подтянулись турецкие резервы, продолжение банкета шло уже под серьезным огнем. Тем не менее, благодаря вот этому маневру, русским удалось быстро и эффективно форсировать Дунай и на широком фронте его перейти. На этом этапе огромную роль сыграл сравнительно небольшой рядовой отряд Иосифа Гурка. Гурка был генерал-решительный, даже в каком-то смысле вне юристичный. И его роль состояла в том, что он провел исключительно смелый маневр на юг, несмотря на глубину турецких позиций, и захватил Ширкинский перевал. В коротком, достаточно сверебном бою, тем не менее, Ширка попала в русские руки, и это сыграло огромную роль в дальнейшей войне. Причем турки любезно оставили групповскую артиллерию на перевале, что также впоследствии сыграло свою роль. Гурка тогда, конечно, еще не знал, какой задел он создает на будущее, но уже все прекрасно понимали, что это важная позиция, которую турки будут, естественно, отбивать изо всех сил, а русским, разумеется, требовалось ее удержать для дальнейшего развития операции на юг Константинополю. То есть весь смысл состоял в том, чтобы перемахнуть через Балканы. И Турция уже на самом начальном этапе войны оказалась в положении крепости, у которой были выбиты ворота вот этим захватом Ширкин. В это время генерал Кридинер взял Никополь несколько западнее, и вообще казалось, что дела идут просто замечательно. Но в этот момент свой сильный ввод сделали турки. Просим еще раз вот эту вот задачу Никополя, насколько я понимаю, да, это задача Никополя, и сделайте, пожалуйста, еще раз первую карту. Вообще русские операции во многом определялись географией. Что, собственно, произошло? Вот у нас Никополь, и с его захватом русские, оказалось, должны продвигаться быстро на юг, но в этом не помешал Осман-Паша, один из лучших турецких военачальников. Вон на северо-западе мы видим городок Видин. Русские ожидали, что Осман-Паша отправится на Румынию для действий против русского тыла, но он вместо этого отправился на Восток, в Плевну. Плевна – это небольшой городок южнее Никополя, но заняв его и окопавшись там, Осман-Паша создал русским настоящий гвоздь в пятке. То есть оставлять у себя в трун крупное соединение противника и двигаться дальше на юг русские, конечно, не могли. Плевну требовалось быстро взять. Причем Осман-Паша опередил русский отряд, который шел к плевне буквально на 6 часов. Но эти 6 часов, они сыграли потом огромную роль и стоили всей Российской империи очень много времени и крови. Вот, казалось бы, такой незначительный срок, но вот эти 6 часов, они оказались исключительно важны для ухода всей войны. Поэтому первая попытка русских выйти в Плевну непосредственно после того, как Осман-Паша туда вошел, провалилась. Хотя русские атаковались с исключительным воодушевлением. И, как ни странно, Осман-Паша позднее утверждал, что вот в этот первый штурм, который был плохо подготовлен, точнее вообще никак не подготовлен, который велся на голой импровизации, но именно этот штурм, он оказался наиболее близок к успеху из всех попыток прорваться в Плевну. Тем не менее, он провалился, и русская сторона была вынуждена перейти к длительной осаде города. После первой попытки русские решили, что первая сорвалась, поскольку это импровизация, но Плевну необходимо отбивать быстро. И вскоре произошел второе штурм Плевны. Нужно, приходится отметить вот какой момент. Перевязывающий пункт от Плевны, известная картина Верещагина. Приходится отметить вот какой момент. Великий князь Николай Николаевич достаточно скверно организовал осаду. Вообще, план взятия Плевны был просто исключительно плох. Этот город даже не блокировали, в результате чего турки достаточно долгое время могли посылать туда подкрепления. И турецкие войска окапывались все глубже, создавали все более прочные репуты. И это, конечно, исключительный провал. То есть, русские могли их блокировать даже на этом этапе, но они по каким-то причинам, очень понятно, по каким, непрофессионализм главнокомандующего этого на тот момент не сделали. Здесь придется отметить еще один важный скверный момент. Это несовершенство тактики. Точнее, обгону тактики техникой. Дело в том, что 1870-е годы, это время винтовок. Скорострельные винтовки вводились повсеместно. Существовали даже вполне жизнеспособные на какой-то момент теории, согласно которым, уже никакое другое оружие в принципе не понадобится, кроме винтовки. В общем, факт тот, что классические атакующие комонны породные в сомкнутом строю выкашивались стрелками с винтовками просто с душераздирающей скоростью и тяжелейшими потерями. Это касалось, разумеется, и турок, это касалось русских, это касалось всех. Но второй штурм, как и первый, провалился. Наступающие комонны постоянно выбивались. Причем на одном из участков удалось добиться успеха, но не были вовремя переброшены подкрепления туда, где успех наметился. В силу того, что была плохо организована связь. На большом фронте почему-то не функционировал нормальный телеграф и в конечном итоге вторая плевна провалилась именно из-за несовершенства тактики и в какой-то момент потери управления войсками. К сожалению, русская армия еще оставалась в значительной мере рукопашно ориентированной и того расхода боеприпасов, который понадобился в реальности, тогда еще не предвидели. Поэтому войска выпускали сравнительно мало патронов в большинстве случаев и пытались садись с неприятелем в ближнем бою, что было ошибкой и дорого стоило. Как бы то ни было, после второго штурма плевна русские оказались в состоянии некоторого упадка духа, что было вскоре исправлено. После того, как одна за другой провалились две попытки штурма, было принято решение попробовать надавить на турок все-таки через какими-то обходными путями. Прошу еще раз карту. Номер один. И следующей точкой приложения сил стал городок Ловча. Вот он южнее плевны, через которой шла дорога на плевну, через которой снабжались турецкие войска. В этом месте штурм Ловча стал в каком-то смысле звездным часом Михаила Скобелева. Пожалуй, портрет его Михаила Дмитриевича. Скобелев – это один из галоритнейших и интересных персонажей родной русско-турецкой компании. Знаменитый белый генерал, который горцевал на лошади в белом мундире перед своими солдатами. Но кроме того, как сказать, скакать на лошади и вдохновлять солдат, он еще действительно умел хорошо наевать. В частности, Ловча отметилась совершенно другим подходом к наступлению пехоты. То есть войска шли вместо плотных колонн, они достаточно быстро рассыпались и перемещались мелкими группами от укрытия к укрытию. Причем Скобелев свел их через виноградники, скрывавшие маневры. Тратили огромное количество боеприпасов. В принципе, Скобелев ухитрился на уровень выпускаемых по противнику патронов, на уровень, если не Второй мировой войны, то все равно очень высокий по меркам мест и времени. В результате Ловча была блестяще взята, и русские в каком-то смысле восстановили веру в себя и могли уже готовиться к следующему штурму более полноценно, чувствуя себя способными на какие-то наступательные действия. Тем не менее, 30 августа 1877 года происходит третий штурм Плевны, и кончается он еще хуже, чем первые два. Несмотря на то, что русские привлекли к делу подкрепления, привлекли к делу руны в качестве союзников, которые там получили отдельный свой участок, предпринятый со всем напряжением сил штурм проваливается, причем с катастрофическими потерями. Вышло из строя одновременно около 15 тысяч человек. Причем Скобелев со своими людьми ухитрился ворваться на турецкие позиции, занять несколько редутов и мог бы развить успех, но он не получил подкрепление. Почему? Опять же, причины те же самые. Плохая связь. Борис Акунин, известный в своем романе, изобразил картину предательства, которая, собственно, сорвала все планы русских, но на самом деле все было гораздо прозричнее. На 16-километровом фронте листовые доставляли все сведения с задержкой, адъютанта еще может кто-то там бить по дороге сто раз. В результате Скобелев сидел на своих захваченных позициях один, пока осман вошаде понял, что против него воевает совсем немного сил в этом секторе, и не надавил на прорывавшихся русских всеми имевшимися у него резервами, и Скобелев с огромным трудом просто выпутался из той передряги, в которую он попал. Короче говоря, третья плевна стала чудовищным разочарованием, и во многом русские утратили просто веру в себя, и наступательный порыв. И значение сражения под плевной оказалось значительно выше, чем просто тактическая неудача, потому что она сорвала все планы, и существует даже такая точка зрения, что благодаря упорной обороне плевны Османская империя просуществовала еще 40 лет. Ну, это, пожалуй, конечно, перепон, начало 40 лет, но факт состоит в том, что топтание под плевной существенно уменьшило результаты всей войны для русских, и этот несчастный городок, он превратился в настоящее пропорядное место русской армии. Тем не менее, решение было ранее. Оно оказалось достаточно простым и, в общем-то, эффективным. Из России пригласили генерала Патлебина, который прославился во время еще Крымской войны в качестве руководителя сертификационных работ в Севастополе, в лице этого военачальника русские имели одного из лучших, одного из наиболее квалифицированных военных инженеров, пожалуй, даже в мире. Патлебин вообще был сам по себе, конечно, не подарок, он был человек достаточно самолюбивый, педалитичный, где-то даже мелочный, но он был, безусловно, профессионал. И на мир он смотрел именно глазами военного инженера. Плебну начали брать из мура. В серии очень тяжелых боев Гурка сумел отбить у турок несколько позиций вокруг города. Вокруг Плебны сомкнулось кольцо. Осман-паша с десятками тысяч людей оказался в полном окружении, не мог там получать ни продовольствия, ни помощи, короче говоря, сидел в полной изоляции. Конечно, это было не самым лучшим решением, потому что стратегия из мура, она плоха тем, что мы теряем время, а время в данном случае работало на турок, но это было гораздо более разумным решением, чем раз за разом биться об укреплении при неочевидных перспективах. Тем более, что первые три штурма, они закончились известно чем, и четвертое такого поражения русская армия могла бы просто и не выдержать. Между тем, пока шло все это бодание под Плебны, важнейшие события происходили на Шибкинском переволе. Коробка, пожалуйста. Так, 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 поближе. Вот у нас шейная, да, вот у нас шейная Шибка. Что, собственно, произошло? Захватив эту позицию, генерал Курка разворошило сильное гнездо. Ему приходилось поддерживать фронт на достаточно обширных пространствах, и в результате на самой Шибке оставалась достаточно небольшая группа под командой генерала Столетова. Четыре с половиной тысячи человек, включая пять батрайонов болгарского ополчения, русский пехотный полк, несколько казачьих вспомогательных частей, и вот эта горсочка людей, она должна была выдержать тяжкий удар со стороны очень крупных османских сил, практически всей их полевой армии, которая наступала с юга. В общем, Гурка после захвата Шибки попытался продвинуться дальше еще на юг, захватить некий плацдар в южнее Балкан, но очень быстро наткнулся на крупные турецкие силы и отступил. Русские сидели на Шибке, не имея возможности толком вырыть окопу в плотном скалистом грунте. А против них действовала группировка турок в 25-27 тысяч человек. Однако здесь, конечно, на наши войска и на болгарств работал сам факт захвата этой позиции изначально, потому что туркам, естественно, приходилось лезть на перевал, и здесь получилось своего рода бревна наоборот. То есть, турки с криками «Аллах Акбар!» ломились на приступ. Выкашивались действительно толпами. Русские оборудовали на скалах батарей, причем огневые позиции шли уступами. То есть, лезущим наверх туркам приходилось находиться под огнем, как правило, перегрестом, причем еще и с нескольких ярусов. То есть, наверху артиллерия, которая била через голову пехоты, а внизу пехота, которая, собственно, окучивала наступающего приятеля линдовочного огня. Но 4 тысячи на 25 – это 4 тысячи на 25. В несколько дней длился исключительно упорный штурм шитки турецкими войсками. Из этих 4 с лишним тысяч большая часть была убита или ранена. В конце концов, всех спасла небольшая группа генерала Радецкого, которая прорвалась на помощь к русским, но при этом генерал Радецкий, еще один героический персонаж этой войны, шипку удалось отстоять ценой очень тяжелых потерь и у русских, и у болгарок. Но, тем не менее, туркам взять ее не удалось, и это сыграло колоссальную роль в будущих сражениях, потому что русские сохранили за собой вот этот вот задел для будущих операций. И пока Плевна, вокруг Плевна шло уже такое малосмысленное и сложное падение, то на шипке русские окопались прочно, не позволили себя оттуда сбросить, и в каком-то смысле это, конечно, нам компенсировало неудачи под Плевной, потому что в случае потери шипки было бы исключительно сложно совершить перевал за Балканом. Приближалась осень, точнее уже не приближалась, вообще ушла осень, приближалась как раз зима. Турки готовились к зиме, точно так же готовились к ней и по русскую сторону, причем великий князь уже планировал даже отступить практически на исходные позиции и дожидаться весны. Тут надо отметить, что зима в Балканских горах, это действительно очень суровое время года, и на той же шипке русские потеряли больше людей обмороженными, чем непосредственно от огня турок. То есть война в таких условиях была исключительно тяжелым делом, причем невозможным воевать зимой на Балканском хребте считал такой авторитет, как Гельмут Мольтке. Известная фраза Бисмарка, что до весны я убираю карту Балкана. Тем не менее, русским за это время успели буквально, не знаю, вколоть и заведеть. 28 ноября осман-паша сдал плеву, после того, как турки честно съели там всех кошек, ворон, все, что можно было съесть, и только что не начали ездить друг друга. Более 40 тысяч турок попало в плен. Конечно, они, в общем-то, сделали все, что возможно для того, чтобы русское движение на Балкан затормозить, но как бы то ни было, всему есть предел. И в конечном счете осман-паша вместе со своей армией пошел в лагеря. Русские же высвободили основные силы для будущих операций. И здесь было принято совершенно правильное решение в конечном итоге действовать на Балканах зимой и прямо, ничего не дожидаясь, переходить через перевалы. Конечно, это было исключительно рискованное решение. Почему? Потому что в случае, если бы что-то случилось южнее Балканского перевала, то обратно те, кто его форсировал, уже бы просто не смогли вернуться. То есть смогли бы, но далеко не все, и даже не половина. Тем не менее, решение было принято, и русские начали энергично его воплощать в жизнь. Здесь, конечно, огромную роль сыграло то обстоятельство, что тактические командиры решительные, способные действительно к быстрым маневрам типа того же Гурка, типа того же Драгонирова, Скобелева, они вышли на первый план. После не слишком блестящих действий под племной, любезное начальство милостиво согласилось ослабить хватку и позволить военным выигрывать в войне. Здесь русские предприняли два очень смелых маневра, открою, пожалуйста, к нам еще раз хватку. Во-первых, Гурка, выдвинувшись на юго-запад, перевалил через перевал и вышел к Софии, а основные силы русских, наступая от шибки, начали обходить турецкие войска в этом районе. Здесь русскую армию, в общем-то, как подменили. Причем речь идет в первую очередь о командовании. Если Клевну пытались взять раз за разом безвкусными лобовыми штурмами, то как Гурка на западе, так и Скобелев и Святополк Мирский на востоке действовали исключительно при помощи маневр-обход-удар. То есть русским удалось выпить турок сначала из Софии, а потом из района Шейнова, именно в серии обходных движений. Когда туркам выходили в пюр, естественно, через какое-то время начиналась паника, удары с нескольких сторон турки не осилили отразить и часто просто задавались. Особенно драматично дело шло в районе Шейнова. Откройте, кстати, с Скобелев-Подшипкой, там есть где-то. Здесь русские, перевалив через перевалы тремя группами, должны были замкнуть клещи на горле турецкой армии. Но в тех условиях, естественно, ни о какой четкой связи между группировками не могло идти в речи. Радио, по понятным причинам, еще не использовалось. И войскам приходилось действовать просто не зная, что происходит с другими. Поэтому три отряда ушли в неизвестность. И один из них подвергался очень серьезному нажиму турок. И русские уже начали командовать отход, когда от турок явились парламентеры и сообщили, что, собственно, мы сдаемся. Почему это произошло? Потому что пока там в снегу шла совершенно мучительная мясорубка, Скобелев наконец преодолел снежные заносы, которые там доходили до 4 метров глубину. И как снег на голову явился на турецкие позиции стыла. Причем Скобелев принял решение совершенно в таком духе блицкрига. Он не стал тратить времени на выяснение диспозиции, установку связи с другими наступающими группами. Он просто увидел противника и атаковал его всеми доступными силами. Турки этого не выдержали, оказались опрокинуты и вместо мучительного сражения на Балканском хребте русские ухитрились от серии таких блестящих маневров добиться практически идеальной победы своего времени с десятками тысяч пленных. Турецкая оборона сразу потеряла устойчивость. Потому что главный естественный хребет, естественный рубеж Балканских хребет оказался взломан, причем взломан сразу в нескольких местах. Четырехугольник крепостей Квосток просто не сыграл. Все боевые действия разворачивались уже сильно южнее, сильно западнее. А на пути русских к Константинополю практически уже ничего не стояло. То есть остатки турецких войск откатывались к югу, откатывались к Адрианополю. И на этом этапе русские уже действовали просто в логике такого пешеходного блицкрига. Когда кавалерия вела эффективное преследование, все в панику, даже с сравнительно небольшими силами. Когда на турок энергично нажимали. В общем, турецкая армия зимой 1877-1878 года, она практически перестала существовать. Тем временем, своя отдельная война шла на Кавказском фронте. Кавказ был в принципе второстепенным театром боевых действий, но о нем все-таки необходимо сказать по нескольким причинам. Ну, в частности, потому что именно Кавказский фронт стал едва ли не самым воспитанным в художественной культуре, благодаря господину Бигулю и его Борезету. Собственно, что там происходило? Дело в том, что в Кавказской части Турции практически не было дорог. Там все было исключительно скверно в смысле климата, еще вернее, чем на Балканах. И здесь приходилось действовать несколькими изолированными отрядами. Поначалу для русской все здесь развивалось достаточно скверно. То есть постепенно наступающие войска, втягивающиеся в Анатолию, начали сталкиваться с крупными силами турок. В Байзет заняли без боя на крайнем юге, но отряд, который там находился, очень быстро оказался обложен крупными турецкими силами. Причем Байзет — это крепость, по сути, средневековая. Она превосходно просматривается со всех окрестных кусок. И ладно бы просматривается, она еще и простреливается с них. К тому же в крепости оказался исключительно малый запас продовольствия. А в результате ушедший вперед, далеко вперед, отряд Теркукасова, оказался в таком практически подвешенном состоянии. То есть его в тулу оперировала крупная турецкая армия, которая была блокирована гарнизоном Байзета. То есть гарнизон Байзета и отряд Теркукасова оказались скованы одной цепью. То есть для Байзета единственным спасением был ушедший вперед отряд, но и для Теркукасова единственным спасением было, если Байзет как следует продержится. На других участках фронта дело обстояло местами еще хуже. В частности, туркам удалось взбунтовать Абхазию, Чичью и Дагестан, где война кончилась совсем недавно. Поэтому часть русских подкреплений, они так и оставались в Тулу. Более того, туркам удалось захватить кусок русского Черноморского побережья. Дело в том, что после Крымской войны флот Черноморский так и не был восстановлен из-за ограничений, которые были наложены на Россию после этого. И турецкий флот мог, в общем-то, упражняться как ему угодно. И то, что турки на самом деле не воспользовались преимуществами самого наличия у них флота, неиспособного, это, в общем-то, великое счастье. Как бы то ни было, русские чуть не потеряли все, что было достигнуто за предыдущее, предшествующее время на Кавказе. Но здесь на нас, конечно, сработали и лучшие боевые качества в среднем, штык на штык, и некоторое численное превосходство, ну и все-таки элемент везения, потому что, в конце концов, Байзет был неблокирован, и русские смогли в достаточно упорных боях начать продвигаться в, скажем так, внутреннюю армию. В частности, была захвачена турецкая крепость, были захвачены турецкие крепости Карси-Ардаган, причем здесь состоялась такая Крымская война наоборот, в одном из приступов, когда турки были разбиты исключительно артиллерийским огнем, с недосягаемой для них дистанцией. И, в целом, Кавказский театр боевых действий, он позволил, скажем так, оставлять впечатление такое осторожно-оптимистическое, то есть русским очень не гадко, но все же удалось сломить сопротивление супостата и, в общем-то, вынудить турок, если не к полному развалу фронта, то, по крайней мере, к поспешному отступлению. Причем Паша, возглавлявший турецкую армию, он оставил замечательный совершенно рапорт, согласно которому войска разбежались по кофейням, вот буквально так сформулировано, и дезертиров там сыскать невозможно. Как бы то ни было, к началу 1878 года война была, по сути, выиграна. То есть на Балканах русские ломились уже к Константинополю, причем турецкую столицу никто не прикрывал. На Кавказе турецкий фронт тоже разваливался, и, в общем-то, Османская империя, она находилась в состоянии полного военного коллапса, крашивая гроб Клодун. Англичане ввели в мраморное море два броненосца. Вообще, надо сказать, что здесь сыграла свою роль осторожность Министерства иностранных дел и лично Александра Второго. Русский, если бы нашим войскам пришла фантазия взять Константинополь, Константинополь бы взяли. Прикрывать его было толком некому. Но присутствие английских вооруженных сил и, в принципе, позиция западных стран, она здесь, конечно, сыграла свою роль, и добивать супостата русские не стали, поскольку опасались тяжелых внешнеполитических осложнений. Существует, на самом деле, такое предположение, что это была просто нехватка решительности, и нужно было добивать супостата окончательно, брать Константинополь и уже оттуда диктовать условия мира. Но это привело бы к непредсказуемым совершенно осложнениям в отношениях с Британией, с Австро-Венгрией, с Германией. И в конечном итоге наши войска так и остановились в виду Константинополя, но в него не вошли. И в результате в 19 февраля 1878 года, это была годовщина, причем в расшествии Александра Второго на престол, был подписан Сан-Стефанский мирный договор. Пожалуйста, вторую карту. Вот-вот. Значит, Сан-Стефанский мирный договор интересен вот в каком аспекте. Как мы можем видеть, здесь совершенно огромная циклопическая Болгария. Она, вообще, как таковая, появилась на карте мира. И главный момент состоит в том, что Болгария, как вы видите, имеет выход к гейстому муру. Здесь надо отметить вот что. Если у России имелась какая-то настоящая политическая цель, то это были проливы из Черного моря в Средиземное. Зачем они на тот момент были нужны? Экономически это в тот момент были ключевые ворота России в мире. Дело в том, что основную статью экстрата тогда составляло зерно. Вот то, что нынешняя нефть-матушка и газ-батюшка, вот тогда это был хлеб. И вывозился он из России преимущественно через Черное море. И выбирание троливов, оно, во-первых, давало нам ключи от собственного экспорта. Во-вторых, оно запирало Черное море, делало его нашим внутренним. И вообще исключительно усиливало позиции России и на Балканах, и для, как бы сказать, внутренней безопасности. Потому что весь Черноморский регион, он становился нашим в полной степени. Так вот, и такое вот начертание Болгарии, оно фактически решало проблему проливов в обход. То есть мы имеем союзную Румынию, союзную Болгарию и выход в проем через территории наших союзников, которые, в общем-то, нам обязаны незаметимостью, которые находятся под покровительством России. Конечно, это не так хорошо, как прямой контроль над проливами, но, в общем-то, это тоже решение проблемы. Ну, то, что Сербия и Черногория получили серьезное превращение территории, это понятно, то, что Сербия и Черногория перестали быть вассалами Турции, это тоже понятно. Однако, это была своего рода программа максимума. Хотя Россия подошла очень близко к решению своей главной внешней политической проблемы, в конечном итоге никто не собирался нам этого позволять, и Сан-Стефанский мирный договор был вскоре пересмотрен на, откройте, пожалуйста, третью карту, Берлинском конгрессе, который состоялся летом 1878 года. Что мы здесь видим? Болгария радикально урезается, теряет выход к морю, вместо Южной Болгарии создается турецкая автономная провинция Восточного Умеля, Босния и Герцегвина оккупируются Австро-Венгрией, причем Австро-Венгрия здесь, она естественно, она никак не участвовала в войне, но она поучаствовала в установлении мира и, как бы сказать, награду за защиту турецких интересов, получила эту провинцию. Правда, на самом деле, польза от Боснии и Герцегвины для Австрии оказалась достаточно сомнительной, но она ее получила. Здесь нету, но Британия получила Кипр, опять же, в качестве награды за защиту турецких интересов и мира во всем мире. Ну а Россия, как мы видим, осталась, ну не в пролете, конечно, но получила существенно меньше, чем то, на что реально могла рассчитывать. Вообще, такой итог войны, он производит очень смешанное впечатление. С одной стороны, вся война была начата в огромной степени из артруистических побуждений. В огромной степени ее инициировала общественность внутри России же, в огромной степени эта война была фактором внутренней политики, а не внешней. Но по ее чисто военным итогам, русские добились практически решения своих, своей просто многосотлетней уже цели, к которой упорно шла еще Екатерина II, и которую вот так, к сожалению, и к решению этой задачи мы подошли очень близко, но так ее и не решили. И хотя сейчас острота этого вопроса, она не настолько велика, но даже в современной политике нам это по сей день аукается. Как бы то ни было, боевые действия завершились, и они оставили очень смешанное впечатление даже внутри самой России. То есть, да, добиться удалось многого, но уже тогда существовало серьезное ощущение, что чего-то вот не довоевали. То есть, ну, понятно, почему это такое ощущение было, потому что вот собор Святой Софии, он был просто вот на горизонте, и можно было заходить и брать стампу, превращать его назад в Константинополь. Но в конечном итоге осталось такое впечатление полупобеды. Тем не менее, Россия, пожалуй, там был чем гордиться, в таком, по-человечески, что ли. Потому что, объективно, проблема освобождения балканских христиан, она была в значительной степени решена. Это, конечно, было далеко не полным разрешением всех проблем региона, но даже сейчас Болгария остается таким, ну, в общем-то, услаждает сердце империалистов, потому что, где шло, там, улица графа Игнатьева, там, площадь героев Шибки и так далее и тому подобное. То есть, Болгария, в общем-то, это помнят до сих пор. Хотя, вот, на уровне политики все далеко не так хорошо, как на уровне, там, человеческих отношений. В чисто военном аспекте эта война тоже оставляет достаточно смешанное впечатление. Там, конечно, было достаточно много очень ярких эпизодов. Например, адмирал Макаров, который тогда был еще лейтенантом, успел прославиться тем, что предпринял первую в мире успешную торпедную атаку. Под самый занавес войны, буквально за 10 дней до... Это не оно, но про это тоже расскажем. Буквально дней за 10 до заключения перемирия, Макаров с этими торпедами подстерег турецкий визок, посыльный корабль, и, наконец, всадил ему в порт торпеду, тот утонул ко всеобщей радости. Дело в том, что очень долго Макаров экспериментировал с минами, которые пытался там катерами только что вот не шестами подтаскивать к турецким кораблям, с торпедами, и вот, наконец, все расчеты оправдались. Первая успешная в мире торпедная атака. А то, что там вот было, это такой тоже интересный эпизод во время еще форсирования Дуная. Дело в том, что может возникнуть естественный вопрос, а почему турки не помешали форсированию Дуная и речным флотам? Потому что река-то большая, там можно много чего по ней пустить, и действительно там речные мониторы умерлись. Но русские блокировали эти перемещения при помощи постановки мин, а когда устанавливались эти мины, то турки попытались их блокировать речными мониторами бронированными. Ну и для одного из этих мониторов все дело стало фатальным. Причем в морской войне это часто очень сильно выражено. Сколько помню, обличан даже специальный термин, есть поправка на Иисуса. В общем, русские выстрелили четыре раза, два раза попали и один в крюк камеры. После чего этот турецкий мониторчик просто взорвался, спасся один единственный матрос. То есть, в общем-то, статистически на такое рассчитывать, конечно, нельзя, но по факту это произошло. То есть, такой лагишот. Так вот, повторюсь, в чисто военном смысле эта война тоже оставляет такое смешанное впечатление. Русские продемонстрировали странные, совершенно не совсем даже объяснимые перепады боеспособности. То есть, войска действуют то с исключительной пассивностью, то наоборот проявляют активность и непрерывно маневрируют, и очень эффективно действуют, импровизируют какие-то третические решения, а потом вновь впадают в спячку, и опять действуют шаблонно и пассивно, а потом снова взрываются какими-то блестящими импровизациями, и в итоге ведут дело в общей победе. Тут, конечно, имеет место такая двойственность милютинских реформ, которые не до конца дали, что ли, результаты, и русский офицерский корпус, он оставался исключительно неоднородным по боевым качествам. Как бы то ни было, в общем-то, русская армия выдержала свой экзамен, повторюсь, это первая индустриальная война Российской империи, и хотя не все шло гладко, но война 1877-1878 годов, пожалуй, действительно может оставлять по себе чувство гордости за Отечество, потому что, с одной стороны, в конечном счете выполнили благородную цель, хотя и сами себе ничего почти не получили, но, во-первых, освободили балканские народы, и, во-вторых, традиционно продемонстрировали очень неплохие качества вооруженных сил, и, в общем-то, вернулись на мировой арену в качестве сверхдержавы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ